Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мало кто знает, что современные бои без правил в Древней Греции назывались панкартион, что означает вседозволенность. Четвертый день Олимпийских игр греки начинали именно с этих поединков, в которых участвовали самые ловкие и мужественные атлеты. В сочетании борьбы ударов и удушающих захватов в этих боях разрешалось практически все. Главное заставить противника сдаться. Победители жестоких и зрелищных боев становились национальными героями Греции. Вячеслав Дацик, или как он себя называет Рыжий Тарзан, родился в небольшом городке в Ленинградской области. Драться начал с первого класса. До седьмого класса били его. Потом он стал устанавливать в школе и во дворе свои правила. Тарзан занимался тэквондо и рукопашным боем. Много приемов, говорит он, изучил по компьютерным играм. Тарзан уже не дерется на улице. Неинтересно. Гораздо приятнее побеждать, когда противник не менее силен, А на тебя смотрят сотни азартных глаз. И к тому же получаешь за бой неплохие деньги. В Питере максимум 2-3 тысячи. Это чемпионаты, которые у нас в Москве, там уже больше. Ну, врачи. Долларов. Ну, а так в основном там 300-500 долларов за бой. Квартиру в Санкт-Петербурге, где сейчас живет Вячеслав, снимает для него один из местных клубов. Каждый день Тарзан тренируется. Пробежка по набережной Невы и тренировочный бой с партнером. На крышах исторических построек. Да, да, да. Иногда Тарзана расстреливают из пейнбольного пистолета. Так он отрабатывает реакцию. Вячеслав любит голливудские фильмы. Там все зрелищно и красиво. Но в настоящем бою многое выглядит иначе. Есть бой, когда идет, ну, никаких лишних движений. Уже себе просто не позволяешь. Просто идет бой конкретно на уничтожение. А есть бой, когда ты просто развлекаешься. Как бы, ну, дерешься всем удовольствием. Дерешься на зрителя. Бои без правил – самая жесткая версия современных боевых искусств. Но правила в них все равно существуют. Запрещены ударами пальцами в глаза. Нельзя добивать лежащего соперника ногами. Бить в позвоночник, в пах. Царапаться и кусаться. Не все бойцы соблюдают эти правила. Тарзан в их числе. За что его часто дискорфицируют. И на этих соревнованиях тоже. Если там мне кто-то начинает, там, только еще подумал человеку уже палец в глаз засунуть, я ему просто буду выламывать пальцы, отбивать яйца, пальцами пробивать. Только там подумает отдавить там, от разрыва губ, получит уже на опережение то же самое. И в гораздо более жестких формах. Я уже как бы, ну, после некоторых версий борьев, я уже долго не думаю. Он еще и нанес удар в пах грузинскому спортсмену. И грузин лежал возле сетки, ему тяжело было подняться, к нему там врачи собирались подходить. Слава проходя мимо меня, не обращая ни на что внимания, шел его добивать. То есть он считал, что неправильно остановить. Но в результате мне пришлось с ним бороться. Я его завалил сам на ковер. Подошли боковые судьи, его еле вывели. Олег Чематуров в детстве занимался вольной борьбой. Потом выступал в боях без правил. Уже больше года он судит подобные поединки. Тот же боксер, тот же борец. Есть определенный возрастной период, когда человек, ну, как бы уже приходят более молодые спортсмены, им очень тяжело. Начинают там боксеры бороться, борцы учатся бить. И здесь у них еще масса времени, когда они могут заниматься. Любители есть такие, которые приходят подраться. На улице, как бы, тяжело с этим. А здесь... Если первые поединки продолжались полчаса, то теперь бой длится два раунда по пять минут. Финал на раунд больше. Раньше почти всегда побеждали борцы. Теперь их шансы с так называемыми ударниками уравнялись. Находиться на ковре по правилам нельзя больше минуты. Если за это время никто из бойцов не смог одержать верх, их поднимают в стойку. Зрителям больше нравится драка, а не борьба. Хотя в жизни схватка примерно равных по силе мужчин обычно заканчивается удушающим приемом лежа. Это общая масса. Да просто приходят посмотреть на зрелище. И когда просто упали там два больших парня, им кажется, что они просто лежат, отдыхают. На самом деле в партере очень серьезная работа. Многие бразильцы заканчивают все свои бои, победы, лежа на спине, в партере. Болевые удушающие приемы. Никто так просто шею не даст взять свою шею и задушить себя. Для этого нужно провести колоссальную работу внизу в партере, чтобы довести это. А зрителям это не нравится. Родиной современных боев без правил считается Бразилия. Именно там в конце 80-х годов стали проводиться первые поединки. Кассеты с любительскими записями попадали в Советский Союз нелегально. Вечный спор боевых искусств. Карате, бокса, борьбы, кау-фу и айкидо. Чьи представители сильнее. Все же занимаюсь единоборствами, поэтому мне было самому интересно проверить, какой же единоборств наиболее оптимальный. И постепенно пришел к выводу, что в общем-то в комплексе все работает вместе. Отдельная борьба, отдельная карата, отдельный бокс не дают того ощущения и полной уверенности в своих возможностях. В 95-м году Александр Иншаков провел в Москве первый чемпионат Евразии по боям без правил. В каждой стране у этих поединков свое название. Бои без правил – это российский вариант. Беспроигрышный пиаровский ход, чтобы привлечь зрителей. Денег заработать не удалось. Мы только тратили деньги. Находили возможность, изыскивали средства для того, чтобы провести очередной чемпионат. Тотализатор мы на самом деле пытались сделать. Приглашали специалистов, но не получилось. Вокруг боев без правил появилось немало слухов и легенд. Они ассоциировались с бойней двух натренированных убийц на заброшенном заводе в свете фар дорогих автомобилей. Сюжеты, навеянные фильмами Гонконга. Я не знаю, о каких подпольных боях говорят. Может быть, те поединки, в которых я сам принимал участие, но они не были подпольными. Просто мы встречались на тренировках, договаривались, приезжали, ребята. Захотелось обменяться мнением, кто кого сильнее. Вышли, поработали, разошлись. Ну, поняли, что да, вот, не хватает этого, не хватает этого, надо работать в том или ином направлении. Вот и все. Я не знаю таких поединков, чтобы там за какие-то деньги ребята дрались, бились. Я не знаю. Это, с одной стороны, досужие домыслы, скажем так, да? А с другой стороны, ни один слух, как говорится, просто так, да? Дым без огня не бывает, да? Я думаю, что эти досужие домыслы, как бы, навеянные романтики какой-то. Я думаю, это ушло в прошлое. Потому что все виды шоу, все виды таких подобных программ принимают, так сказать, цивилизованный вид. Совершенно легальный тотализатор. Версия Барс в ночном клубе. Спорт и шоу в одном флаконе. Дорогие декорации, состоятельные зрители, которые делают ставки. Бой почти без правил, но в перчатках. Со стороны похоже на тайский бокс. Спортсмены те же, что и в боях без правил. Только вместо фамилий страшные клички. Во втором раунде, удушающим приемом, победу одержал Турбан. Это обычный московский зал, где тренируются тайские боксеры. Именно из подобных залов врастают будущие чемпионы по боям без правил. Неважно из какой вида единобор приходит спортсмен. Чаще всего это универсальные бойцы. Им все равно по какой версии драться. Главное уметь это делать. За пять последних лет в России открылось несколько детских школ по боям без правил. С самого раннего возраста бойцов готовят по специально разработанным программам. В Москве сейчас строится татами-клуб, где будут тренироваться и сражаться универсальные спортсмены в клетке. И еще один миф я хочу развеять о том, что соревнования проводятся в клетке для того, чтобы у людей была ассоциация какая-то с поединками зверей или гладиаторов. Для того, чтобы они не могли вырваться из... Раз переступил порог, то выйти отсюда ты не можешь, тебя могут только вынести. На самом деле это соревнования проводятся в восьмиугольнике, в десятиугольнике дорожной сеткой для безопасности спортсменов. Представляете, спортсмен после броска вылетает за канатой, падает... Это чревато получением серьезной травмы. Клетка с десятью углами российский вариант. Американцу уже давно запатентовали восьмиугольник. Наша версия боев намного жестче западных. Считается, что тот, кто победит у нас, может стать абсолютным чемпионом мира. В Соединенных Штатах или Европе не считается позором сдача, если боец чувствует, что дальше не способен драться. В России дерутся до конца. Именно поэтому бойцов из бывшего союза на Западе ценят и часто приглашают в Бразилию выступать. Первым был Олег Токтаров. Его называли русским медведем. На Западе российские спортсмены по-прежнему считаются экзотикой. Слишком узок круг тех, у кого есть деньги и профессиональный менеджер, чтобы попасть на американский или бразильский бой. После этого нокаута в финальном раунде в Бразилии соперник Игоря Ученщина никогда больше не смог подняться на профессиональный ринг. Тяжелая травма головного мозга заставила его уйти из этого спорта навсегда. Травмы – это плата за риск, которому подвергается каждый боец в погоне за право считаться лучшим. На всех соревнованиях по боям без правил дежурят бригады реанимации. Без переломов не обходится ни одно состязание. Главное – не нанести удар, а защититься. Грань между жизнью и смертью находится на пороге этой клетки, и она слишком тонка. Бои без правил – это огромный выход адреналина. То есть человек, когда он выходит на ринг и получает удары под рев там ты, рибун, у него притупляется болевой порог. То есть на ринге он боль не ощущает. Были случаи, когда с переломом ключицы, с открытым, то есть кость уже торчала, он рвался в бой, и все было нормально, все, да. И, кстати, он закончил этот бой, он отказался на отрез, я протестовала, судьи были за, и он выиграл этот бой с открытым переломом ключицы. Потом уже, когда ему подняли руку, объявили, он сел и потерял сознание от болевого шока. Ребята, кто там еще, хотите? Чемпионат по Волжье 2002 года. Обычное начало турнира. Все заполняют страховки. 10 тысяч рублей выплатят родным в случае смерти спортсмена. 15 тысяч – получит победитель. С правилами все согласны. Взвешивание и жеребьевка. В эти минуты никто не знает, с кем будет драться и чем закончится этот бой. Зрители увидят только победителя. Пострадавших выведут через запасной вход. Те, кто занимается сегодня в России боями без правил, знают друг друга в лицо. Их очень мало. Часто бойцы приезжают на соревнования, живут в одном номере, а вечером жребий выводит их на ринг. После боя они могут вместе пойти в бар выпить, но в клетке друзей нет. Я выиграю не у человека, я выиграю у спортсмена, стараюсь выиграть. То есть, если ты будешь выходить и драться с человеком, настраиваться лично против него, никогда не выиграешь. Ты проиграешь себе, во-первых. Наверное, я чувствую, когда соперник боится. Это заключается в том, что он допускает ошибки. Он не может сделать то, что он хочет сделать. То есть, ты выходишь, ты представляешь рисунок боя, он у тебя в голове. То есть, это тоже думающий вид спорта, не хуже тех же шахмат. Ты знаешь, на одно действие ответить, так или так. А когда ты выходишь, просто стеклянные глаза и вперед, ты проиграл. Николай Аникиенко еще совсем недавно служил в ракетных войсках. Занимался армейским рукопашным боем. Зарплаты лейтенанта не хватало на жизнь. И он ушел из армии. Мало кто из посетителей ночного клуба в городе Королев знает, чем увлекается в свободное время этот вежливый администратор. Каждый месяц на несколько дней он исчезает, чтобы появиться с очередным кубком или разбитым лицом. Ежедневные тренировки, тренажеры, отрабатывание ударов до мельчайших нюансов, которые помогут победить. На Западе бои без правил это место работы. В России хобби. Заработать большие деньги в этом спорте у нас нельзя. В России в клетку выходят фанаты. У каждого из них своя судьба и мотивы. Единственное, что их объединяет, это желание сражаться с теми, кто может быть сильнее, но меньше, чем они, хочет победить. Я абсолютно не конфликтный. Я добродушный, тихий, спокойный. Никогда на рожон не лезу, вообще никогда. Лучше решить мирно, зачем человеку травмировать или самому травмироваться, зачем до этого вообще доводить. Мы на то и люди, чтобы могли договориться.